Каждый водитель может прийти в спортзал и позаниматься. У нас уже есть рекорд. Водитель 96 маршрута, жим штанги 130 килограмм. Штангу жмут, а пассажирский поток пока осилить не могут, несмотря на привлекательные условия. Заходя в Ростов, руководство Ижевской компании и Попад Юг надеялось набрать водителей здесь. Но пока заполнить все вакансии не получается. Чтобы привлечь водителей, мы делаем все. Зарплата у водителя, я думаю, достойная, может достигать до 90 тысяч рублей. Во вторник на 94 маршрут вышло 18 автобусов, на 96 – 17, вместо положенных 20 на каждом. А данный ГЛОНАСС вообще неутешительно выдает пассажирам всего 10-11 автобусов. Действительно, такие данные есть. Сейчас у нас устанавливается во все автобусы система ГЛОНАСС. Соответственно, некоторые автобусы недооборудованы, которое будет устранено в ближайшее время. И Попад обслуживает маршруты в Ижевске и в компании уверяют, таких проблем никогда не было. В Донской столице новичок столкнулся с сильным сопротивлением прежних перевозчиков. Водители говорят о том, что руководство этих предприятий, которое ранее работало, обслуживает эти маршруты, не подписывает документы об увольнении по собственному желанию, задерживает выдачу трудовых книжек. Говорит о том, что не будут выплачены все положенные компенсации и будут выплачиваться только после решения суда. Так что идет борьба за культурное обслуживание пассажиров, а те продолжают простаивать на остановках. 15 минут это точно. Они должны ходить через 10 минут, а так ходят на 5 минут позднее. Минут 20. Раньше 10 минут и здесь. Готовы сократить интервал автобусы стоят в гараже и ждут тех, кто выведет их на маршрут. Елизавета Лосева, Олеся Слонко, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону.